Дискотека «Кому за 70» была сорвана пьяными 50-летними малолетками. Да-да-да. Давай сейчас с этого начнем. Я вас категорически приветствую. Взаимно. Да. Привет, Дима. Приветствую. Привет. Со всеми наступившими. Со всеми наступившими. Рад встрече после длительных праздников, командировок, поездок. И, конечно, зима удалась во всех смыслах. Я чего-то такого даже не припомню, такого количества снега. У меня уже сугробы вокруг дома в мой рост лежат. Такого количества покалеченных сограждан... Ужас. Да. Я тоже не припомню, честно говоря. Вообще не припомню. Даже самая страшная зима, я помню, при Матвиенко, которая была такая вся сугроба хатская. В десятом. Да. Такого не было. Катка. Как-то получше было, да. Было приятненько. Были сугробы. Я тогда на Кубу уехал. Не сильно видел. Сейчас-то весело, да. Я веселюсь. Я занимался пантомимой в детстве. Не в детстве. В юности. В первой половине. Во второй половине юности. В первой половине взрослой жизни. Даже работал. У меня в трудовой книжке запись артиста оригинального жанра. Ездил с гастролями. С разными. И только это меня спасает. Потому, что несколько раз я такие акробатические номера показывал на льду последние дни, что прохожие все были в восторге. Каким я чертом удерживал равновесие. Равновесие. А чему учат в пантомиме? Более много. Для меня всегда загадка. Много. Сложная история. Много. Ну, там ты чисто акробат. То есть, владение телом. Ну, владение телом, да. Не акробат. Нет, не акробатика. Акробатика – это клоунские дела цирковые. Там уже акробатика. Есть элементы акробатики. Такие зачаточные самые. Равновесие, координация. Полезная. Да. В общем так. Интересно. Марсель Марсо был крут? Марсель Марсо был крут, конечно. А кто скажет, что он не крут? Я вообще никогда не видел. Я только... Ну, я тоже вживую не видел. Только на фотках. Я вживую его тоже не видел. Жан-Луи Баро был крут. То есть, это все от французов? Французы передавали? Ага. От французов. Жан-Луи Баро был крут еще круче, чем Марсо. Потому, что когда он... Мы о Джоне Лене не говорим сейчас. Пока. Подходим. Жан-Луи Баро был еще круче. Потому, что когда он работал номер на сцене, зрители сидят. Значит, он делает свой номер и теряет равновесие. Что-то пошло не так. Плюется. Just a moment. Начинается с начала. Зрители... Это не так. Сейчас я сделаю нормально. Такой тщательный был человек. В фильме Дети Райка он играет во французском. Если что, можно его увидеть. Не видел. Ну, это классика кинематографа. Ну, я-то серый. Ну, я тоже болван. У меня Годзилла. Аватар. И прочее. По-моему. Но мы сегодня про Джона Леннона. Про Джона Леннона мы говорим сегодня. Я когда-то из одной школы ушел в другую. Я постоянно во всякие школы как сын военного. Я в шести школах поучился. Когда перешел в девятый класс, то там почему-то все яростно слушали Джона Леннона. Я вообще не знал, что он там после... Ну, отголоски какие-то, что каждый там после развала Битлз чем-то своим занимается. Но у меня там, как у всех, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Юра Хип. Назарец. А Джон Леннон что-то странное. Но, послушав, оказался хорош. Не могу сказать, что мне все на свете нравилось. Но, откровенно, хорош. С возрастом, правда, когда начинаешь понимать про что песни, становится грустно. Лучше бы ты не понимал. Почему? У него песни... Как раз у Джона это песни-песни. Ну, смотря что ты имеешь в виду. Дэбл-фэнтези одна история, пластика на бэнд, другая история совершенно. Сначала меня раздражало. Я как это сугубо приземленный и всякое такое. А потом... Ну, имеет право человек фантазировать. Думать, что все на свете может быть хорошо. Что люди могут быть добрыми, если им объяснить. Я, правда, вы две тысячи лет вон Евангелие читаете, а проку ноль вообще. Но, тем не менее, мечтатель. Ты знаешь... Как там? You can say I'm a dreamer. Ну, да-да-да. Знаешь, такая вещь есть, что у Фридриха Бекбедера... Мы же серые люди. Есть роман, который называется Windows on the world. Читал ты его? Нет. Это про удар самолетов по небоскребам. И? Про что там? И речь там от первого лица. Роман весь написан. От лица человека, который сидит в этом небоскребе вместе с сыном, со своим маленьким, на предпоследнем этаже. И переживает всю эту историю. И в конце они оба гибнут, естественно. И это потрясающий роман совершенно. Вызывает просто шок и оторопь. Потому, что рассказ от первого лица человека, который горел в этом самом небоскребе. Вместе с сыном. Сначала сын. Потом он. Потом они гибнут. Гибнут. И там много-много-много всего происходит. Естественно. Они с этажа на этаж бегут. Снизу вверх. Потому, что пламя поднимается, поднимается, поднимается. Вот. И в какой-то момент их спасает. Ну, спасает этапно. Потому, что все равно потом все гибнут. Но на каком-то этапе им помогает негритянка, работница этого. Офисная работница какая-то. Уборщица. Или что-то такое. Открывает какую-то дверь. Которую никто не мог открыть. Вся обожженная. И Биг Бедер пишет от лица этого персонажа, что каждый день мы видим ангелов. Просто не узнаем их в лицо. Это о том, что каждый человек внутри себя хороший. Скажем так. Хороший. Да. Как милиционер. Взятки берет. А тут на нож бросился. Про милиционеров вообще. Поскольку я писал довольно много криминальных сериалов. Я с милиционерами встречался много. В общем. И консультировался. И общался. И со следователями. И с операми. И с разными совершенно людьми. И с ППСниками. С участковыми. С кем только не общался. Но первое мое общение было как хиппи и панк. Когда меня забирали. Тогда все были враги. А когда в сознательном возрасте я стал с ними общаться. Я много чего узнал. Потому, что на самом деле общепринятая такая позиция, что все люди враги. В том числе и полиция. А я реально говорил с людьми, которые каждый день рискуют жизнью. Например. И представить себе, что человек выходит из дома. У него семья, дети. А может и не вернется. А может и не вернется. И каждый день. Каждый день. Это ого-го. А если на секундочку представить себе... Что вот наступает утро. Ты просыпаешься. А полиции нет вообще в городе. Никакой. И... И что? И что? При этом какая бы плохая она не была. Но тут хоть ходить по улицам можно. А порядок внутри нее навести тоже можно. Можно. И он как-то периодически то наводится, то опять как-то исчезает. Потом опять наводится. То есть, это... Мне кажется, это нормально. Это во всем мире. В любом государстве. Что в Америке. Что там где угодно. Мы к ним приближаемся теперь. Ой, мы близко уже. Совсем рядом. Ты не смотрел такой хороший сериал про слушка? Нет. Я первый сезон смотрел. Обалдел. Какие-то там прозрения. Потом полез смотреть, кто сценарий писал. Оказалось, что один бывший полицейский. А другой криминальный репортер. То есть, потому что там отношения внутри колодка. На каждой сцене по три раза взвизгиваешь. Откуда у вас такие прозрения? То же самое все. Абсолютно то же самое. Несмотря на какие-то общественные устройства. Особенности свои национальные. Черт. Везде люди. Ведут они себя в принципе одинаково. Ну, о Джоне Ленноне. Да. Значит, дальше. Немножко рассказали уже о Джоне Ленноне. О его наследии поговорим. Да. Перейдем к музыке. Собственно. Одно из самых интересных его наследий, на мой взгляд, это проект Claypool Lennon Delirium. Вообще не знаю, что такое. Claypool Lennon Delirium. Две пластинки. Одна шестнадцатого года. А вторая, по-моему, если мне память не изменится, девятнадцатого. Да. Девятнадцатого. Это два человека очень известных. Один из них это Лес Клейпул. Бас-гитарист, композитор, музыкант, мультиинструменталист. Который создал группу Праймус в свое время. Или Примус. Примус. Это такой авангардный бас-гитаризм, который лежит в основе всей этой музыки. Невероятно совершенно технический исполнитель. И композитор Лес Клейпул. Один из таких самых знаковых бас-гитаристов в том, что называется шоу-бизнес. Другого не подобрать мне. Ну, в музыкальном бизнесе. Скажем так. И группа Праймус. Которая играет что-то такое отдаленно похожее на Red Hot Chili Peppers. Только без этого зверства рокового и попсового. В которые ушла замечательная группа. Red Hot Chili Peppers. Которую я очень любил в свое время. А потом они мне страшно надоели. Потому, что стали какую-то такую голливудскую попсятину уже играть. Начиная с альбома Californication. И все. Деньги зарабатывать. Это такая MTV-шная уже хрень. Ну, да ладно. С Red Hot все понятно. Хорошая группа. Но немножко сдулась. В смысле честной подачи искреннего искусства. Которым они горели на первых 5-6 альбомах. Смешной значочек. Brown Song. Это пародия на Led Zeppelin. Где Swan Song. Тут креветковая песня. Смешно. Луна это из Мельеса. Да. Так вот, Лес Клейпус с Праймусом играет такую же музыку, как этот Hot Chili Peppers. Только более откровенную. И более углубленную в музыку. Потому, что он такой человек. Очень такой умный музыкант. Но круто очень. С басом. С барабаном. Я про такой даже не слышал. Фанк не фанк. Такой очень крутой бас-гитаризм. Вот. Этот самый Клейпул объединился с Ленноном. С Шоном. С сыном. Да. Продюсером. Указом. Шон. Он не только продюсер. Он и автор песен. И музыкант. И певец. И автор песен. Это сейчас или здесь? Ты меня пугаешь. Сейчас. Здесь. Где сейчас? На этом диске песни. И здесь. И здесь. И здесь. Ничего себе. Так. Он безумно талантливый музыкант. Шон Леннон. На самом деле. Мой друг хороший. Саша Цалихин. Который живет в Нью-Йорке. Ходил на концерты Шона с Йоко. И я видел кусочки этих концертов. На Ютьюбе они есть. Он обалденный гитарист совершенно. Шон Леннон. Авангардно классический. Может играть все. И традиционный рок. И авангардную музыку. И в сторону джаза. Он с хорошей фантазией. И очень грамотный музыкант. Шон. Не Джулиан. Джулиан это другое. Джулиан от первой жены. От предыдущей. А этот от Йоки Оуны. Он работает и с Йоко. Сейчас Йоко уже не поет. Я не знаю, что с Йоко сейчас происходит. Но был период, когда они очень активно гастролировали. И очень хорошие у них сеты были. В смысле концерты, выступления. Очень мощные с Шоном. Ну, и с группой, естественно. Так вот, Шон объединился с Клейполом. И они записали два... Может быть, у них больше. Я не знаю. Я не смотрел дискографию. У меня два альбома всего есть. Так, я уже запутался. Это не Джон Леннон. Это Шон Леннон. Это Шон. Да. То есть, это сын. Младший сын, да. Который уже большой. Вот. И здесь они играют музыку совершенно не бетловскую. В отличие от Джулиана. Который очень похож голосом на Джона. И работает в манере написания песен. У него такая же, как, собственно, была у папы. Угу. Но здесь, в принципе, я бы сказал, что это самое точное продолжение музыки Битлз в отношении бетловской психоделии. Которая началась на Magical Mystery Tower и дальше-дальше-дальше на Abbey Road. Это в чистом виде продолжение развития бетловского направления психоделического. То есть, психоделии... Это не космические какие-то полеты здесь. Такие атональные, не музыкальные. А конкретные песни совершенно. Очень-очень мелодичные. В то же время очень драйвовые. Очень роковые. Очень странные. Такие... Современная европейская даже, наверное... Современная европейская психоделическая музыка. Чуть-чуть с элементами брит-попа по мелодичности. Напоминает психоделические вещи группы Блёр. Которые и есть. Которые не только простецкие такие песенки пели. А у них как раз очень много бетловщины. Именно такой... Времен Musical Mystery Tower. Как раз. Вот. А Клейпл и Леннон эту штуку развили до невероятных каких-то... До каких-то невероятных масштабов. Высот. И... Делириум. 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 Это горячка. Это горячка. Делириум tremens. Диагноз ясен. Делириум tremens. Белая горячая. Горячая и совсем белая. Да. South of reality. Это как это. Как оно... Вест оф Иден. К западу. К востоку. А это к югу. От реальности. Да. Ну, это совершенно такой уход от реальности в хорошем смысле. То есть, это не наркотические полеты Сиде Баретта. Там какие-то такие, которые можно с удовольствием слушать и внимать. И там растворяться у них. И умного из себя строить. Что я понимаю. Там это все. Я безумно люблю Сиде Баретта. Ну, вот там, чтобы говорить, что я понимаю эту музыку. Там нечего понимать вообще. Что там понимать? Слушаешь, нравится. Хорошо, не нравится. Значит, выключи. Слушай. Слушай. Вишевая хия. И все. Вот. Ну, это я очень советую. Прямо вот забивай в плейлист. И слушай в машине. Это понравится всем. И девочкам. И мальчикам. И дяденькам. И тетенькам. И старичкам. И наша дискотека для тех, кому за 70 с тобой. Она как раз эту музыку... Которую испортили пятидесятилетние малолетники. Пришли какие-то обсосы пятидесятилетние. И все испортили. Малолетки. Малолетки. Сопливые. Сопливые пятидесятилетки. Вот. И, соответственно, логическим путем мы переходим к маме Шона Леннона. Йокки Оно. К страшной, жуткой Йокки Оно. Которую... Люди, которые вроде бы как любят Битлз, но не являются битломанами настоящими, они все ее ненавидят. Они все считают, что Йокки Оно разрушила Битлз. Что она ведьма. Так везде писали. Люди были вынуждены верить. Что она околдовала несчастного, трепетного, цветочного ромашку Джона Леннона. И он очарованный пошел за ней. И перестал быть нормальным членом группы Битлз. Что полная какая-то чушь, конечно. У меня сложилось противоположное впечатление. Номер один. Он ее, наверное, любил. Такое у людей бывает. Редко, но бывает. Вот это, наверное, любовь была. И что-то он в ней видел такое ему настолько по духу ключевое, близкое. Потому, что есть хорошая картинка. Если ты думаешь, что у тебя всю жизнь плохо, посмотри на жопу Йокки Оно. Наверное, какая-то духовная близость. Интересно вместе было. Наверное, какая-то все-таки была любовь. И у меня есть страшное подозрение, что Джон Леннон на момент знакомства с Йокки Оно был, в общем-то, достаточно взрослым человеком уже. Так точно. И достаточно, так сказать, пожившим, повидавшим. С такой-то популярностью. Перепробовавшись все на свете. Перепробовавшись все. Недостатка не испытывал. И уже, так сказать, имеющий представление о людях кое-какое. Кто есть кто, уже, наверное, немножко разбирался. Выбор осознанный. Да. И вот так вот просто поманить... И девушек у него было тоже... Я как раз об этом. Вполне себе достаточно. И в женском поле он тоже был знатоком. И так его просто поманить пальцем, очаровать, околдовать. Сказать, пошли за мной. И не играй это, а играй то. И давай на сцене будем вместе, значит, в белых мешках сидеть и слушать мои вопли. Это не так-то все просто. Такого парня, который... Склонить к такому. Который мог и в морду дать легко. И, в общем, и послать как следует. И не боялся ни журналистов, ни британской королевы, ни полиции. В общем, ничего такого. Как-то его вот так вот не взять было. Все-таки любил он эту женщину. А я тебе еще в догонку скажу. Если любил, значит, она его вдохновляла непрерывно. Значит, она была достойна того, чтобы ее любил один из лучших композиторов 20 века. Не побоюсь этого слова. Потому, что о композиторских способностях Джона Леннона не только я один тут вещаю, что это гениальный композитор. А и Леонард Бернстайн, например. И Гуди Минухин. И масса-масса академических музыкантов и композиторов. Потому, что гармония Леннона, они помрачительны. В общем-то. И это наследие... Это одна из лучших музык 20 века. Вообще-то. Вообще, если так общо говорить. Так что Йоко Оно... Это полезно знать даже ненавистникам группы Битлз. Это полезно знать... Гениальные композиторы. Даже тем, кто предпочитает... Не будем называть имен. Я их уже много раз озвучивал. И с Йоко Оно все было достаточно хорошо. А Битлз распались совершенно по другим причинам. Это как... Говорят, что Горбачев разрушил Советский Союз. Ну, разрушил. Но к этому были предпосылки. Ну, как? Ну, как один... Значит, не Союз и был. Если один человек может взять и разрушить Советский Союз. Он специфическим образом был устроен. Не будем углубляться. Нет. На мой взгляд, это полная чушь. Потому, что очень много процессов вели к разрушению Советского Союза. И, в первую очередь, внешнего давления страшного. У меня другая теория есть. У нас все всегда держится на вождях. Могучий и умный. И страна могучая и умная. Дурак у власти. Все полетело в жопу. Потому, что вот этой системы какого-то нижнего управления, на которой у нас пирамида... Вот пирамида должна стоять вот так. Она как треугольник самая устойчивая. А у нас она стоит наоборот. Вот так. И от этого... Кто там на конце? А от этого она адски неустойчива. У меня ощущение такое... Мы отвлечемся немножко в сторону. Уйдем. Но это все о распаде Битлз, на самом деле. У меня ощущение такое, что крах Советского Союза был положен ГКЧП. Потому, что именно ГКЧП вызвало взрыв... И народного гнева откровенного. И возни в верхах. И аппаратных перемещений. И всего-всего-всего. Если бы этого не было, все бы шло по-другому совершенно. А эти люди перестарались. Я тебя, извини, перебью. В прошлом году мы с тобой давно не встречались. Наконец-то... Год назад мы видели. Наконец-то вышел трехсерийный фильм Питера Джексона под названием Get Back. Ты посмотрел, не посмотрел? Еще нет. Еще нет. Именины сердца. Буду смотреть обязательно. Для людей, не заинтересованных, возможно, уже не интересно. Я уезжал в Сибирь и бродил по золотым приискам. Поэтому я не мог посмотреть никак этот фильм. Я был занят в тайге. Так круто. Так круто. Но видно совсем другое. То, чего нам и не видно. Поскольку мы в жизни коллектива никакого участия не принимаем. Они длинные. По два с половиной часа, по-моему. Очень длинный репетиционный процесс. Давай вот так. Давай вот так. А слова давай поменяем. Вот песня рождается прямо на глазах. Очень интересно. Но к этому моменту... Я только первую серию посмотрел. Но к этому моменту совершенно очевидно, что все это уже интересно только одному Маккартни. Там какая-то чисто человеческая. Видимо, они просто устали друг от друга. Они дико устали. И Леннон как человек очень творческий. Как и Маккартни, как и Ринго Старр, как и Харрисон. Тут нельзя ничего отнять. Леннон устал от этого шоу-бизнеса того, что называется. Он все-таки внутренний человек очень свободный был. Он хотел развиваться, экспериментировать, меняться. Артист обязан переодеваться, как сказано в одном фильме. Он хотел как раз таким образом переодеваться. Что-то в себе менять. Заниматься какими-то вещами. Недаром он в политику полез. Совершенно идиотским образом. Но никто не имеет права запрещать. Человек ему хочет. Вот так ему понравилось. Применительно к нему я бы сказал, а я хочу сделать мир лучше. Вот мне вот видится вот так. И я хочу сделать его лучше. Да. Такое наивно. Наивно. Да. Я и сказал так идиотским образом. Такой хороший идиотизм был. Ну, а я вот так умею. Вот буду делать так. По-другому не умею. Мне кажется, так правильно. Но, повторюсь, там уже все друг от друга устали. Только повел там в фонтане пацаны. Ну, я не на вас там. Не наезжаю. Я ни к чему вас не принуждаю. Не склоняю. Я хочу, чтобы музыка получилась хорошо. Ну, давайте вот это. Давайте вот то. А там все уже так. У Джона при этом еще возникал все время внутренний вопрос. Зачем? Если у Маккартни... Как сказала моя дочка взрослая достаточно. Когда она была помоложе. И еще мало чего слушала. Я ее заставил послушать... Ну, то есть, не заставил. А дал ей послушать и Леннона, и Маккартни. Довольно в большом объеме. То есть, там пару недель она внимала. А потом я ее спросил. Ну, как тебе? Я, по-моему, об этом говорил уже. Она сказала, что Маккартни это очень красивые песни. А Леннон это гениальная музыка. Маккартни это, в моем понимании, это крайне высококачественная попса. Ну, безусловно. Безусловно. Он жизнерадостный очень повел. И вот у него такое жизнерадостное, веселое. У него не все пластинки жизнерадостные. Ближе к нашему времени есть достаточно и печальные. Там два-три альбома. Чем и хороши они, кстати говоря. Но у Леннона я все время слышу внутренний вопрос. Зачем? Зачем мы это делаем? Песня красивая. Кайфовая. Очень мелодичная. Все интересные гармонии. А зачем? Для чего? У нас этих песен написано много. Будет еще одна. А для чего она вообще создается? Что я хочу этим сказать? И он хочет что-то сказать все время. Леннон. Повзрослел. В отличие от Маккартни, который хочет написать еще одну красивую песню. Которая из него выскакивает как из автомата. И вот этот внутренний вопрос, зачем? Он, конечно, и тормозил всю эту историю. Хотя прорывы были. И общность эта даже на белом альбоме, который состоит практически из сольных номеров. Почти можно сказать. Даже есть вот это единение. И работа группы. Как я недавно совершенно узнал, как они писали одну из любимейших моих песен Джона Леннона. В десятке, наверное, лучших. Это «Your blues». «Your blues». «Your blues». У них был кайф. Вернулся вот этот кайф 63-64 года. Совместной работы. Они засели в какую-то каптерку. Перетащили туда комбики. Комбики развернули к стене. То есть, казалось бы, все неправильно. Подзвучили их уже там. Развернули к стене. Когда люди, инженеры, пришли посмотрели на это. Они сказали, что вообще с ума сошли. Так не записывают музыку. Ничего не получится. Спокойно. Мы с энтузиазмом сыграли этот «Your blues». И он так звучит на альбоме. В общем, отличается достаточно от всего. Совершенно такой гаражный звук. Кайфовый. Вот такие у них были. Я не говорю уже про «Abi Road». Хотя, казалось бы, группа уже разваливается. Уже все в разные стороны разбежались. И Йоко Оно в студии сидит. Которую все ненавидят. Потому, что они ненавидят по одной простой причине. Потому, что женщины не приходили. Жены в студию. Не отвлекали музыкантов. А тут группа репетирует. А Йоко сидит в углу. А с ней еще Джон сидит. Хихикует. Что-то там. Какие-то анекдоты рассказывают. Обсуждают. Там всех присутствующих. Это, конечно, бесило. Чисто психологически бесит, конечно. Да. И все уже разъезжалось. И вдруг появился «Abi Road». Такой шедевр просто на века. Ну, это ж оно всеместное. То есть, тут не надо смотреть на Йоко Оно. Оно у всех абсолютно так. Вот у нас там наша компания со школы. Ну, да. И вот мы там в армию сходили. А вот после армии все дружно начали жениться. И каждый приводит жену. Ну, у всех тотальной... Кто это вообще? Зачем она тут? То есть, чтобы человек со стороны вписался в этот коллектив. Она не понимает того, о чем мы говорим. Да. И не смешно. То, о чем мы говорим... Половину из того, что мы говорим, мы говорим без слов. Так точно. И все друг друга понимают. Анекдот номер восемь. Да. А тут человек, который, выпучив глаза, сидит и ничего не соображает. А чаще всего еще какие-то свои замечания отпускает. И комментарии. И вроде нахер ее не послать. Его жена с уважением относится. И вроде больше тебя звать уже никуда не надо. Ну, и дальше оно так. Вы там дома их оставляете. А бухать мы будем тут одни. Пошли в баню. При этом Йока такой человек, которая без комментариев обойтись не могла. В силу того, что она имела музыкальное образование. Вообще-то. И тоже что-то понимала. И что-то понимала. Да. И человек вообще не была. А есть. Достаточно образованный. И в плане живописи. И в плане музыки. И в плане вокала. Как ни удивительно. Потому, что она собиралась стать оперной певицей. Вообще в свое время. В юности. И она этим делом занималась профессионально. Вот. И, конечно, без комментариев не обходилось. Что вызывало, конечно... Ты кто? Ты кто? Такая... Пришла тут в пальто. Понимаешь? Сидит. Вот. Но говорить о том, что она развалила Битлз, это, конечно, очень большая... Даже не натяжка, а какая-то такая... Тупость. В хорошем смысле этого слова. Никого не хочу обидеть. Ну, не говоря уже о том, что шел бизнес большой. Что... Четыре, по-моему, компании занимались делами Битлз. Финансами. И эти четыре компании... Когда занимаются четыре компании, налоговую отчетность составлять по четырем компаниям, это... Застрелиться. Мама дорогая. По одной-то не составить. Помнишь знаменитый этот Блейд? Помнишь такой? Уэсли Снайли? Да-да-да. Сел за налоги. Просто потому... Это же не он. Там самому невозможно ничего сделать. Это потому, что ему вот так ловко оформили документы, что человек оказался в тюрьме. А там же четыре компании. Это что? Это права передаются от одной другой, потом третьей. Потому, что это выпускают в Америке пластинки. Это выпускают сборники текстов. Это выпускают книжки. И права на это, права на то, права на сё. Вот. И кто что. Кто кому должен. И сколько не знает никто уже. Уже непонятно, кто у кого деньги взял. Кому отдал. Кому отдал. Непонятно. Это как в фильме Олигарх Лунгина. Не смотрел. Только название знаю. По книжке Большая пайка. По роману. Не читал роман Большая пайка? Ну, и фильм Олигарх. Ну, это... Я с другой стороны участие принимал. Поэтому они меня бесили в то время. Главный герой это прототип Березовского. Который изобрел финансовую схему под названием Мельница. Ну, это долго объяснять. Это надо читать. Но суть в том, что один другому... Один человек у другого занимает рубль. Потом... Еще один заем. 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 И все остаются в прибыли. Значит, ни у кого ничего не взяв. Как бы. И откуда эти деньги совершенно непонятно. Деньги у государства. Да, естественно. Я больше не он придумал. На Западе где-то посмотрел. Там все уже придумано 200 лет надо. Ну, он был математик с другой стороны. Он человек умный, конечно. Печально? Печальная история. С таким интеллектом у тебя все направлено на какую-то херню. А не на созидание. Ну, и на развал, собственно говоря, нашего с тобой государства под названием СССР. Что делать? Ну, так получилось. Для многих открытие, что его развалили члены КПСС. Что самое обидное. Да. Ну, Борис Абрамович был среди, так сказать, приложивших руку, конечно, к этой истории. Вот. Так мы возвращаемся к... На чем мы остановились, уйдя к Березовскому? На присутствие ее КОНа при записи ей берут. На присутствие ее КОНа при записи ей берут. Что она образованная, знающая и все такое. Да. Образованная, знающая, молодец. Вообще девчонка была. Сейчас уже не девчонка. Время не щадит никого. И хочется мне показать пластиночку одну. Например. Ну, я не буду говорить о том, какие два альбома они записали с елка. Разговорно-вздыхательные, шуршащие постельным бельем. Опереди ли время? Я тебе так скажу. Которое слушать можно только с тем, чтобы сидеть и думать. А, это Джон лежит под простыней. Вот это он зашуршал. А это елка. Ох, ох. Опереди ли время? Да. Опереди ли время. Отвлекусь чуть-чуть. Вот сейчас, например, получило адское распространение прослушивание музыки в наушниках. У всех телефоны, у всех наушники. Это прекратило бесить окружающих. Помнишь с этими бумбоксами? Да. Чтобы орала... Или, как у нас было принято, колонки в окно поставить и пойти играть в футбол. Весь стадион озвучил. Я этим не брезговал. На проспекте космонавтов в пятиэтажечке на пятом этаже ставил колонки. Включал криденс. И шел на улицу сидеть с парнями. Что, характерно, народ одобрял. Музыка-то хорошая. Вот. А теперь наушники. И под наушники мгновенно всякое перестроилось. Если ты слышишь какую-нибудь там Билли Айлиш, там совершенно четко. Это музыка для прослушивания в наушниках. Ну, да. Мы об этом говорили. А поскольку пошло еще дальше, то вот стоящий перед девочкой микрофон, похожий на известный орган, в который она там что-то шепчет. Она его там щекочет, языком лижет. Ну, а подростки, сидя в наушниках, по пять раз не меняя руки. Это так круто. Вообще слов нет. Леннон опередил временно. Леннон с Йокой опередили, да. Но помимо вот этих шуршаний, она все-таки у нас девочка-музыкант. Вот. Покажи такую штуку. Она музыкант, что бы они ни говорили. И я в начале программы нашей телевизионной сказал, что люди, которые любят битнс, ее ненавидят. А настоящие битломаны ее обожают. Вот такая вот мадам. Неплохо. Хорошая фотка. Она действительно хороший очень музыкант. Она очень творческий человек. И одна из ее пластинок по названию «Флай». Семь из первого года. Двойничок. Вот такой. Она заслуживает серьезного внимания. На мой взгляд. Я говорю, как такой профессор. Профессор кислых щей. Наши люди. Наши люди все здесь. Все. Все люди наши. И люди здравомыслящие, конечно, все... То есть, они почему-то считали нормальным общение с ней. Почему-то не брезговали. Да. Почему-то принимали участие в альбомах. И дружили. Вместе время проводили. Эрик Клэптон здесь играет. Очень много на гитаре с ней. Но пластинка... Это чистый авангард. Чистый авангард. Но при этом это музыка. То есть, это не шуршание, звяканье и бульканье. Это музыка. И мне очень странно, что люди, которые, например, любят группу Кэн немецкую... О которой мы не сказали в передаче про крауд-рок. Я сказал, что про Кэн мы будем вообще отдельно говорить. Это отдельная музыкальная вселенная. Очень кайфовая группа. Так вот, люди, которые любят Кэн и одновременно не любят Йокоону. Почему-то. Как-то странно. Как-то мне странно. Потому, что пластинка Флай, вот эта, 1971 год, это, может быть, это и один из источников того, что называется крауд-рок. Один из источников творчества группы Кэн, в частности. Может быть, как раз Йокоона и была первой на этом поприще. Со своим вот этим пением. Который многие принимают за истошный бессмысленный визг. А это не источный бессмысленный визг, а одна из японских каких-то манер пения. Какие-то народные... Я не разбираюсь в этих японских штуках. Я вот в нашем народном пении не разбираюсь, но масса русских народных песен исполняется такими гнусными, отвратными голосами. С такой омерзительной интонацией. Лично я слушать не могу. Это есть, да. Есть прекрасные вещи, да. А есть очень странные, непонятные для меня тоже. Русский народ искал свежие формы. Искал, да. Искал, да. Русский народ богатый. Я без иронии говорю. А все эти визги основаны на японской традиции. Какой-то из. Одной из. И тут все нормально в этом смысле. Если возвращаться к группе Кэн, то Дама Сузуки, который там пел на нескольких альбомах. А потом записал массу сольных пластинок. Гастролировал по всему миру. В том числе и в Санкт-Петербурге в одном из клубов. Я был на его концерте. Дама Сузуки. Кэн... Нашли этого парня, Дама Сузуки, японца на улице. Он пел что-то такое. И на чем-то там играл. Увидели его на улице. Послушали. И поняли, что это тот самый сумасшедший, который нам нужен. Для нашей музыки. Дамо. Это бодхитхарма. По-японски они его так зовут. Дамо Сузуки шизофреничен на порядок. Более шизофреничен, чем музыка Йоко Оно в разы. Потому, что Дамо Сузуки... Я уже не говорю, что так же он выходит на сцену, не имея репертуара. От души. Просто, да. Просто выходит на сцену, не имея репертуара. Не будучи знаком с музыкантами, которые на сцене с ним находятся. А музыканты, соответственно, не знают, чего играть им вообще. Потому, что... Боярин, ты ну играй, а мы подхватим. Примерно так. Ты пой, а мы сообразим. И там собирается человек пять джазовых музыкантов и роковых. Ну, тоже не последние люди. Которые все ждут. Когда Дамо Сузуки даст команду, что надо что-то играть. А что играть? Мы разберемся по ходу. Так концерты и происходят. Большинство концертов Сузуки. Хотя у него есть пластинки, где что-то внятное. Какая-то структурированная музыка. Но, с другой стороны, когда он начинает свои неистовые песнопения и профессиональные музыканты вокруг него начинают играть, то рано или поздно музыка структурируется. Само собой. А вроде, может быть, это отрепетировано. Так у них все. Может быть, так и надо. Долго репетировали. Смотри, как сложно все. Как они раз-раз-раз и выехали вдруг в какую-то внятную историю. Так вот, у Йоха Уона то же самое, в принципе. Только с женским вокалом. С Эриком Клэптоном. С Джоном Ленноном, который здесь играет на гитаре. С хорошими барабанщиками. И все тут как бы... Как надо. Как надо. Флай. 1971 год. У нее достаточно много пластинок. И все они хорошие. Они все разные совершенно. Всего не укупишь. Поэтому у меня их всего три. Я не такой маньяк, чтобы все покупать бесконечно. Связано в глаз. Пластиночка. С очками Джона Леннона. Окровавленными. Она очень печальная, конечно. Это, видимо, Дакота, в которой они жили. Да, да. Централ парк. Да, видим. Очень печальная вещь. Хотя она по музыке очень хорошая. Мелодичная. Очень хорошо тут. Не все тут очень хорошо спето. Но спето нормально. Вполне. Вполне спето. Вполне достоин того, чтобы увековечить на виниле эти песни. Песни хорошие. Песни очень грустные. Это стресс, конечно, после потери любимейшего человека. Вот эти свои впечатления она вылила, пафосно выражаясь в творчество, в музыку. В эти самые песни. Season of Glass называется. И вторая пластинка, которая у меня присутствует. Это и Цаурайт. Которая гораздо веселее. Которая гораздо веселее, гораздо уже осознанней. Она здесь и поет уже о том, что я вернулась к жизни. Вернулась в мир, вернулась в творчество. Есть замечательный сын, с которым можно проводить время и заниматься музыкой. Чем они и занялись впоследствии. И все будет нормально. Потому, что люди, к сожалению или не к сожалению, смертны. Все мы там будем. И жизнь должна продолжаться. Я думаю о прошедших 50-ти годах. Как о прелюдии к моей жизни. Правильно говорит. Да. Каждый год можно сказать, что жизнь только начинается. Я себя вот этим подбадриваю. В каждый свой день рождения я говорю себе... Жизнь-то только начинается сейчас. Завтра она начнется. По-настоящему. Все, что было до... Разминка. Это было до. А вот сейчас мы начнем по-настоящему. Ну а для тех, кто... Я просто взял на всякий случай пластинку. Для тех, кто считает, что ее занималась полной хренью. Ничего не умея. Не понимая, как записывать музыку. И как ее сочинять. Вот. Эти люди... Обратите внимание, пожалуйста, на группу, которая называется... Acid Mother Temple and the Melting Paradise UFO. Такая японская группа. У них в пластинах 7 вышла. Современная, очень популярная, психоделическая группа. Вот. Послушайте Acid Mother Temple. И вы поймете, что Yoko Ono это еще цветочки. Хе-хе-хе-хе. Вот. Это еще вообще такие... Что Yoko Ono это мейнстрим. На самом деле. Если не сказать попса. Вот. 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 Acid Mother Temple. Суровые японские парни. Ну. Благодаря Yoko Ono мы имеем, например, вот эту пластинку. Так. Life in New York. Которая вышла у нас... Вышла она... Я забыл. Она, по-моему, в 86-ом году вышла. Леннон ее не издавал. И зря. На самом деле. Потому, что это очень хорошее... Она у нас продавалась в Советском Союзе. С тех пор она у меня вот и стоит на полке. Индийская. Напечатана в Индии. Почему-то у нас она продавалась. Видимо, какой-то был бартер с Индии, Советского Союза. И они поставили кучу вот этих пластинок индийских. Мы все Христ. И мы все Хитлер. То, что принято называть фирменным альбомом, мне не попадался ни разу. Почему-то этот Life in New York. Life in New York City. Вот. Очень хороший концерт. На самом деле. Очень хороший. В прекрасном настроении Джон Леннон. Круто играют все музыканты. Хотя критики пластинку разнесли. Если почитать «Угнези Гайк». А что и мне нравится. Там очень странно. Люди пишут, что очень слабая игра на барабанах. Я слушаю ее. Там такая партия. Что значит слабая? Нечего изображать. Там такая партия. Там очень все просто. Как на альбоме Plastic on a Band, например. Такая же, собственно, партия. И здесь, что кайфово в этом альбоме. Что не так-то много у Лены на концертных записи, честно говоря. И здесь он поет Mada, поет Come Together, поет Imagine. Там кругом хиты. Я тебя знаю. Ты знаешь, да? Come Together. Приятно поговорить с человеком, который слышал Come Together. И все здесь хорошо. И Йоко Оно здесь покричало. И все замечательно. И не знаю почему. Критикам этот пластинка не нравится. Ну, на то они и критики. Они о чем-то своем. О девичьем. Я так считаю. Все песни отличные. Я повторюсь, что я все знаю. И кайф в том, что это живая концертная запись. Что это все по-честному. Никакого, так называемого, овердаббинга. Никаких студийных уже... Добавок. Добавок нет. Хотя я читал все эти рецензии. Что это самая мрачная работа Фила Спектора. Как он мучился с этой записью. Как он ее приводил в чувства. Ну, приводил ему отец. И хорошо. И привел. Почему она мрачная работа. Я ума не приложу. Ну, благодаря Йоке мы имеем и Man Love Avenue. Пластинку, которая вышла в 86-м году. Где есть пара песен, которые не входили вообще никуда. А остальные песни, если исключить... Песни, которые были в Mind Games и Уолсон Бриджерс. Ага. Это другие версии, во-первых, студийные, недоработанные. А кроме них еще пара песен, которые никуда не входили. И несколько песен, которые были сделаны во время записи альбома Rock'n'Roll. Ну, вот тут я ничего не знаю. Это я не слышал. Ну, это благодаря Йоке. Можно ее, конечно, ненавидеть и кричать, что она продает наследие Джона Леннона. Она зарабатывает бабло. Но спасибо за то, что она зарабатывает бабло. Выпускает пластинки Джона Леннона. Мне интересно, а что она на свои деньги должна нанять кого-то. За свои деньги напечатать пластинки. А потом даром их развить, что за бред. Ну, видимо, да. Что за бред. Видимо, да. Наживается. Спасибо, что до вас дошло, в конце концов. Спасибо большое. Да, то, что он играл, записал. Я с удовольствием эти пластинки слушаю. Замечательный сборник Shaved Fish. Но это, собственно, при жизни. Shaved Fish – это, по-русски, бритая рыба. В детстве это так поражало. Так поражало. Вот баночка кофе с надписью. Это же как instant coffee. Быстро растворимый кофе. А instant karma – это мгновенная карма. Да, да, да. Который настигает. Да, обложить. А тебя уже машина задарила. Да. Это как раз к разговору о текстах Джона Леннона. Который был большой юморист. Человек язвительный. Весьма умный. И достаточно тонкий в поэзии. В подборе слов. В подборе образов. В метафорах. Слово владел, как мало кто другой. Да. Give peace a chance. Практически гимн был в 70-х годах. Cold turkey. Я все время думал, что это холодный индюк. Это, оказывается, про завязал. Да. Это про ломки, которые резко бросил. Да. Резко бросил. Instant karma. Сегодня я не пью. Да. Power to the people – отличная песня. Mother – отличная. Woman is the nigger of the world. Женщина – это негр мира. Черномазый. Черномазый. Обзывательство. Нигр. Да. Imagine. Whatever gets you through the night. It's all right. Ну, опять-таки, вместе с известными песнями, которые мы все слышали. Маленькие. Мы их слышали все. Пара-тройка тех, которые никуда не входили. Поэтому... Отличный. Этот у меня был даже. Отличный. Люблю. Не то, чтобы просто сборник, а достаточно номерной альбом. Ну, и благодаря Йокке, конечно, гениальная совершенно пластинка. Milk and Honey. Маленькие. Угу. То есть, молоко. Да. Абсолютно просто прекрасная запись, которая, с одной стороны, это, конечно, продолжение Double Fantasy. А с другой стороны, это совершенно самостоятельный получился альбом. Который, может быть, даже где-то и лучше, даже чем Double Fantasy. Хотя, превзойти Double Fantasy, на мой взгляд, трудно. Это один из шедевров господина Леннона, безусловный. Но Milk and Honey, мягко говоря, не хуже. Опять-таки, работа Йоки, которая собрала записи, сделанные во время сессии Double Fantasy, и превратила их в полноценный альбом. Хорошие стихи, кстати, про любовь. Найдите в интернетах. Почитайте. Ну, тут все про любовь, собственно. Эти две пластинки, они целиком про любовь. Чем они прекрасны. И все тут хорошо. Grow With Me. Песня замечательная. Которая записана вообще дома. Джоном была. И добрались мы до Double Fantasy, соответственно. Возвращение к жизни господина Леннона. Возвращение к творчеству, к студии. Да. Отвлекаясь, так сказать, в сторону. Это, по всей видимости, город Нью-Йорк. Он всегда... Это, собственно, Дакота та и есть. На всех фотках такой засранный. Дакота – это, кстати, домик, где живут очень серьезные люди при деньгах. Например, гражданка Мадонна туда пыталась вселиться. В сельсовет ее не пустил. Да. По-моему, она там жила. По-моему, она там жила. Мне говорят, что она там жила даже. Не знаю. Боюсь наврать. Ну, Нью-Йорк... В те годы я там не был. Поэтому я не знаю, насколько он был засран. Ленн его обожал. Он говорил, что это лучший город мира. И в этом городе есть все. Меня, ты знаешь, от них все время поражало, что там свобода. А что, чтобы у вас в Англии такое? Там же демократия кругом. И выбор из двух более кандидатов. Про какую свободу речь-то никак? Там налоги. Это да. Там налоги. Там сложно. Немедленно вспоминается факт из биографии Роберта Апланта. Как он пошел куда-то за сигаретами. Стоял на светофоре на перекрестке. Там остановился грузовик из грузовика. Выскочил водитель. Подбежал к нему и с криками. Ах ты, падла волосатая. Плюнул ему в рожу. Убежал в свой грузовик. Сел и уехал. Аплант прибежал обратно. Говорит, что здесь происходит? Я же белый. Я представляю, что здесь с черными делают. Это же интересно. В Нью-Йорке в те годы, я не знаю. Но, наверное, было посвободнее, чем в Англии. Я первый раз в Нью-Йорке оказался... Чем больше скажу. В Америке завсегда посвободнее, чем в Англии. Гораздо. Несравнимо. Они ж из Англии убежали. Убежали. В большинстве своих. На новом месте. Чтобы не было, как в Англии. Я первый раз там был в 1991 году. И там было хорошо. Там было хорошо. Меня, ты знаешь, размах культурной, так называемой, культурной жизни натурально потряс. Кажется, что у нас тут всё это кипит и бурлит. С добрым утром. У нас райцентр, где вообще ничего не происходит. Да. В этом смысле там, конечно, котел такой, где варится всё. Можно всю жизнь ходить по выставкам, концертам, репетициям, студиям. И не сможешь везде сходить. И всё не увидишь и не услышишь. Но последний раз, когда я там был, где-то лет десять назад. Не помню. Там уже всё как-то заканчивалось. Уже закрылся клуб BB King, например, на 42-ую улицу. А 42-ую улицу я застал в разных ипостасях. В трёх ипостасях. Сначала я её застал как 42-ую улицу. Нормальная. Нормальная улица. Публичных домов. И всяческих безобразий. А ты знаешь. Это центр Манхэттена. Это был как раз в начале 90-х. Там ещё всё это происходило. Она вся была в публичных домах абсолютно. Ходили толпы негров, кричащих Black Jesus, Black Jesus. Пришёл вот эти огромные толпы религиозных фанатиков чёрных. Тут же проститутки. Тут же маркоторговцы какие-то. Тут же какие-то ещё безобразия. Всё это в самом центре как Невский проспект. Большевики не врать. Это Невский проспект такой. 42-ая. Оба-на. Потом, через несколько лет, несколько поездок, я увидел 42-ую улицу. Абсолютно приведённую в порядок. Гламурную. Совершенно. Я езжу. Уже не было ничего. Да. Улицы театров. Бродвей. Мюзик-холлов. Да. Круче, чем Бродвей. Потому, что Бродвей – это магазинная всё-таки улица. Там магазины, всякие эти самые… Едальные заведения и прочее, прочее, прочее. А тут такое вот… Американское кино. Мы идём на мюзикл. Господа во фраках, в смокингах, дамы в платьях, подъезжают лимузины. Вот это 42-ая улица. Я не узнал вообще. Здесь рассадник публичных домов и безобразий всяческих. А теперь такой адский гламур какой-то невероятный. Государство серьёзно. И клуб BB King как раз там работал. Куда меня мой товарищ Саша Цалихин пригласил на концерт Джонни Винтера. Мы там наслаждались техасским блюном настоящим. BB King роскошный был клуб. Дорогой. Со столиками. С прекрасным меню. С отличной едой. С выпивкой. Сцена. Аппарат. Группа. Лучшие группы Америки играли. Там на 42-ой. Сейчас его закрыли. Сейчас там вообще ничего нет. Ну, и на денег не приносит. Сменились там. У молодёжи ориентиры. Всё. Ничего нет. Что-то подорожало. Аренда. Нью-Йорк как-то, да. И Манхэттен как-то опустел. Засиротел. Как-то он как-то такой. Он стал какой-то другой. И довольно скучный. Я ж не говорю о ночном освещении. Когда выходишь ночью на Бродвей. Там абсолютно всё закрыто. Полная темнота. Ничего не горит вообще. Я где? Где я нахожусь? Это Бродвей? Там тупо сразу опасно. Да. Зачем вы свет выключили? Наш город сияет по сравнению с Манхэттеном ночью. Вы просто весь залит светом. Я не знаю. Может быть сейчас нас включили уже? Может. Байден может быть подсветился? Ну, это же целенаправленная политика. То есть, как мне всегда казалось, что либо будут какие-то дикие социальные взрывы. Если вот этот бардак будет продолжаться. Вот это раздираемое противоречиями общество. Накормите всех. ДОС это. Создайте нормальные условия для жизни. И тогда, может, они перестанут бузить. Точно. Я не знаю. Сильно меняется. Это же как с наркотиками. Ты же помнишь совсем недавно у нас наш этот правобережный рынок. Главный центр по торговле героином в Европе. А потом ЧИК. Ну да. Да. И дети перестали торчать нахмуром. Нахмуром. Да. Есть какие-то веселящие средства. То есть, они не хотят лежать в углу, слюни пускать индивидуально. Нет. Давай плясать, трахаться. Вот это гораздо веселее. И оно как-то вски ушло в прошлое. Тоже, кстати, интересный вопрос. Вот мы недавно тут в интернетах обсуждали. Тоже интересный вопрос. А как так получается? Вот водку жрут все абсолютно. Ну, условно. А количество алкоголиков, именно заболевших тяжело, спившихся и прочее, оно как-то держится в каких-то рамках. И точно так же, пока наркотики продавали. И почему-то не все торчались. Многие. Но не все старчались. У меня до сих пор героиновые друзья, которые... Я только по субботам. Осознанное употребление. Только по субботам. Выглядит дико как-то. Но жив остался. Вот так. Раз. И в культуре что-то меняется. И перестало быть интересно. И прикольно. Слава Богу. Так точно. Хоть живых побольше останется. Ума не добавляет никакое. И здоровье не добавляет никакое. Но это хуже. Это лучшее. Лучший не значит хороший. Значит остальные еще хуже. Блин. Ну, так и там. Видишь. Вот как-то это. Государство, как я понимаю, повернуло свой взор на вот этот вот дикий совершенно бардак. Я бы сказал, что это беспредел вообще. Ну, там было да. Беспредел. Любое. Где какой-нибудь блядежник. Еще чего-то там. Это значит там мафия в обязательном порядке. Организованная преступность. Которая все это крышует. Разруливает. А это деньги мимо налогов идут все время. Это недопустимо. Вот этим они и заняты. «У меня забита стрелка, аж на улице Дыбенко». Была такая песня. Группа ленинградская была. Петербургская группа «Море корабли» называлась. Очень хорошая. «Red Hot Chili Peppers» на русском языке. «У меня забита стрелка, аж на улице Дыбенко». «Дабл фэнтези» меня очень порадовала. Очень хорошая эта пластинка. Очень нравится. Многие ее считают попсой. Пусть считают. Тони Левин здесь играет. Замечательный гитарист. Я повторюсь. Это про любовь. Знакомый нам по Кинг Римсон Эрл Слик. Здесь играет замечательный гитарист. Который работал с Дэвидом Боуэлли очень много. Серьезно. И сольных пластинок у него штук 4-5, наверное, есть у Слика. Удивительный гитарист. Кайфовый. Тут вообще... Вершина... Одна из вершин, наверное, мастерства звукозаписи. Очень хорошая песня Йоко Оно. Я повторюсь. Это про любовь. Это романтик. И там не может быть какого-то там зверства и всякое такое. Хочется про что-нибудь доброе и хорошее. Вот это оно. Неизвестно, куда бы повернул Джон Леннон впоследствии. Потому, что он все время искал какие-то новые вещи. Но про любовь у него очень много песен появилось по знакомству с Йоко Оно. На самом деле. Вот. И две пластинки. Вот эти дабл фэнтези и Мил Кантхани. Они говорят о том, что абсолютная лирика пошла. Абсолютная лирика. И абсолютный кайф от жизни наконец-то. Человеку хорошо. Да. Наконец-то человеку стало хорошо. И он стал получать от жизни несказанное удовольствие. Кстати говоря, Beautiful Boy песня здесь есть. Если кому интересно, ее обожал Виктор Робертович Цой. И постоянно ее пел. Гулял по улице и пел. Beautiful, 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 beautiful. Beautiful Цой. Да. Было такое. Любили мы это дело. В смысле дабл фэнтези. Очень нам нравилось. Ну, опять-таки, Тони Левин, Эрлслик. И масса других музыкантов. Очень хорошее качество записи. И прекрасная обложка. Да. Красота. Все хорошо. Все хорошо. Рекомендуем. Прослушиваем. Все, в общем-то, рекомендуем. Рекомендуем все. Выдавающиеся данные. Леннон, это действительно величайший... Что повторять? Одно и то же. Повторять какие-то банальности. Про композитор великий. Да. Великий композитор, безусловно. И его песни номер один везде сейчас. Если песни везде сейчас и тогда, и будут дальше. Если брать Imagine и Come to Get. Куда они денутся? Никуда. Никуда не денутся. Но только парни записали классический, академический, изощренный и вылизанный совершенно альбом Эбби Роуд. Как Джон стал играть свою музыку так, как он хотел. Так, как он хотел. Вместе с Йоко Иона, с Эриком Клэптоном, с Клаусом Вурманом и с Алланом Вайтом. Барабанщиком. Которого многие знают по группе ЕС. Например. Одна из любимейших моих пластинок. Live Pissom Toronto. Отрепетирована в самолете. Когда они летели в Торонто. В самолете отрепетировали. И на сцену. И такой драйв. Такой рок. Здесь такой просто гараж. Андеграунд. Настоящее зверство. Гитарный рев. Ну. Насколько этот гитарный рев был возможен по аппаратуре тогда. В 71-м году. Ну. Тяжеленное, на самом деле. Тяжеленное исполнение любимых песен. Очень качественное. Очень кайфовое. И на второй стороне. Вот этот Don't Worry. Йоко. Джон Джон. Где Йоко занимает лидирующую позицию. На всей стороне. На второй стороне альбома. Вот этот бесконечный японский риск. Многих тошнит. А многих не тошнит. Те, кто любит группу Кэн. Например. Все прутся. Хотя... Чего здесь переться? Надо это... Нужно было присутствовать на концерте. И обмениваться энергией. С барышней, которая издает эти звуки невероятные. Это было круто. Ну, Year Blues. Любимейшее произведение здесь, конечно. Сыграно безупречно с Эриком Клэптоном на гитаре. И с Джоном на гитаре. Он неплохой был гитарист. При всем при том. Можно что угодно мне говорить правильно. про Стива Вая и прочее. Масса же людей есть, которые до сих пор всерьез говорят, что Ринго Старт не умеет играть на барабанах. Что Маккарт не слабый басист. А Леном гитарист. Вообще это смешно даже упоминать. Ну, ребята, возьмите гитару. Сыграйте Year Blues. Напишите Imagine. Или хотя бы то же самое. Или хотя бы то же самое. Если продолжить тему концертников. Не так уж их и много. Вот с таким замечательным бэндом познакомился Джон Леннон. Вместе с Йокой. Нью-Йоркская группа Elephant's Memory. Сама по себе очень неплохая. У них... Не помню сколько пластинок. По-моему, три или четыре у них есть пластинки. Очень крепкий бэнд. Хотя критики тоже их ненавидят. Те люди, которые пишут о работе Леннона с Elephant's Memory, обычно говорят так, что нашли группу разгильдяев каких-то нью-йоркских. С которыми принялись играть концерты. На самом деле очень крутые музыканты. Elephant's Memory. У них очень крепкие песни. Очень точно и мощно аранжированные. Очень музыкальные. И очень громкие. То есть, они такие... Ну, это чисто американская музыка. С фанком. С роком. Южный рок даже там проскакивает. Хотя это нью-йоркская команда. Но я не скажу, что это шедевр. Это шедевральная группа. Но как группа сопровождения для Джона это идеальнейший вариант. Наверное, он что-то понимал в уровне мастерства. Я так подозреваю. С кем играть? Наверное, да. Наверное, что-то он все-таки в музыке разбирался немножко. И в концертной деятельности немножко. Немножко разбирался все-таки. Не оба кого взял. Но вот с ними был записан вот этот замечательный альбом. Который тоже все ненавидят. Почему-то. Sometime in New York City. Видите? Первая пластинка студийная. Вторая концертная. Студийная как раз записана с Elephant's Memory целиком. А вторая с разными людьми. Очень не любит. Но она плохо продавалась на самом деле. Но для Джона Леннона она плохо продавалась. Так, если говорить просто о продажах, то она вполне нормально все продавалась. И продается до сих пор. И до сих пор ее покупают. И продажи не падают. Никуда она не денется. Хотя, с другой стороны, много людей, которые покупают ради фамилии. Ради имени. Что Джон. Еще одна пластинка Джона. Я ее не слушаю. Но на полке пусть стоит. А мне кажется, тут есть и чего и послушать. И от чего получить удовольствие. Тут кругом все остросоциальное. Энджела. Это про Анжелу Дэвис. Он с ней встречался. Чем вызвал негодование у американских разных господ, которые имеют отношение к ЦРУ. К разным другим организациям. Следили же за ним. Да. Опять-таки, женщина черномазой нашего мира. Она как негр. Это тоже про расовое неравенство в Соединенных Штатах. И про социальное неравенство тоже. Какое место женщина занимает в обществе. Ирландское счастье. Уже смешно. Аттика Стейт. Это, по всей видимости, про... Про тюрьму. Восстание в тюрьме. Аттика. При подавлении которого убили, по-моему, 70 человек. Без затей. Да. Борнин и Призн. Рожденный в тюрьме. Ну, и Санди... Бладисанди. Почти как Блэк Саббат. Да. Ну, и гораздо лучше, чем у Юту. Группу, которую я терпеть не могу, на самом деле. Вот. Сразу в первых строках. 13 человек убитых. Это, видимо, в Белфасте где-нибудь. Или где. Ну, это все эти ирландские дела. Беспорядки. Да. Хотя, что-то мне говорит о том, что был бы Джон Леннон жив, он бы с Бонна, наверное, подружился бы. Вот. Замечательные строки. Keep false road free forever from the bloody English hands. Вот. Да. Остро социально. Что нам сейчас скажет английский премьер-министр на это? Где все хорошо, как известно. Где все хорошо. И маски отменили вчера. Ты знаешь про это? Да. Задрали уши. Не отвлекайся. Давай дальше. Не любишь про маски? Да пошли они. Вот. Да. Первая пластинка студийная с Elf & Memory. А вторая концертная с двух концертов, на самом деле. Записана в разные годы. Один из концертов, где Йоко нечеловеческим голосом своим кричит и стенает, плачет и стонет. Это... На самом деле это был концерт Фрэнка Заппе и группы The Madness of Invention, на которые Джон и Йоко просто пришли и в гримёрке встретились с Заппой и поговорили. Давайте мы тоже чуть-чуть споем. Ну и вышли, сыграли и спели. А остальной материал записан... Это было в 1971 году с Заппой. Если мне память не изменяет. А остальной материал записан в 1969 году. На большом каком-то концерте, где Джордж Харрисон присутствовал. И куча еще именитых людей. Я не помню, с чем был связан этот концерт. Но какое-то было такое мероприятие большое. И из двух концертов они собрали вот этот второй диск. Который, как я говорил, уже ненавидят все. Потому, что Йоко очень много там кричит. А Заппы там почти не слышно. Хотя написано, что Джон Йоко и Фрэнк Заппа. А Заппа любил это дело. Почему? Он нормальный же человек. Он же не сумасшедший. Бодрый, да. Не сумасшедший любитель шоу-бизнеса. Самая... Известнейшая. Известнейшая и грандиозная запись Джона Леннона. Которая, по сути, является антирок-музыкой вообще. Настолько она лаконична. Настолько она прозрачна и негромка. Что ее назвать рок-музыкой трудно. Но это выше, чем рок-музыка. И выше, чем поп-музыка. И чем все... Чем занимался Джон Леннон в группе Битлз, на самом деле. Как мне кажется. Герой рабочего класса. Практически коммунист Леннон был. Мощнейшая песня. Well, well, well. Говорить о том, что Леннон коммунист был бы слишком большой натяжкой. Потому, что его фраза известная, сказанная о Советском Союзе, что я никогда не поеду в фашистскую страну. Она тоже известна. Поэтому говорить о том, что он коммунист, это вряд ли. Это отношение к конкретной стране. А это идеи. Идеи, да. Это к разговору о том, что Битлз тайно приезжали в СССР и где-то в аэропорту играли концерты. Эти рассказы до сих пор я слышу периодически из разных мест. Никогда они не были в СССР. Пол Маккартни с Ринга уже были в другой стране все-таки. Детство золотое. Ну, тут песня, которая вызывает дрожь у меня до сих пор. Да? Где Леннон поет. Можно ее процитировать даже. Я не верю в Битлз. Да. Спел Джон Леннон. И он совершенно искренним. Да. И действительно, его достала вся эта история с шоу-бизнесом. Хотя он очень быстро в нее вернулся, на самом деле, после этого всего. После двух пластинок. После «Пластик он и Бэнд» и «Имэджин», который записан примерно так же. Правда, с большим набором музыкантов. Ну, это «Пластик он и Бэнд» — это такое заявление музыканта, которое не делал никто, на самом деле. Ни Боб Дилан, ни ЗАПа. Никто так искренне и так откровенно себя не раздевал перед народонаселением. Перед всем миром, в общем-то. Потому, что человек, как говорил Жан Луи Баро, если мы вернемся к пантомиме, с чего мы начали… Что такое искусство пантомима? Это голый человек на голой сцене. И вот здесь как раз в «Пластик он и Бэнд»… Это мы «Имэджин» разглядываем с этой стороны. А с этой стороны «Пластик он и Бэнд». Здесь как раз голый человек на голой сцене и присутствует. Потому, что звучит фортепьяно, бас и барабаны. Или гитара, бас и барабаны. И больше ничего. И голос Джона Леннона, который совершенно откровенно говорит о себе. О том, какой он есть на самом деле. I was dreaming of the past. And my heart was beating past. I began to lose control. Да. Напишите такие мелодии и сочините такие слова. И память о вас останется в веках. Все очень просто. Хотите остаться в веках. Очень просто. Сочините такие мелодии и такие тексты к ним. Надо срочно все скачать. И память о вас будет вечно. Срочно все скачать. Я как-то вообще про него забыл. У меня в машине нет. Я не слушаю. А такие отличные песни. Вещи. С Дэвидом Боуи. У него замечательная работа была на пластинке Young Americans. Помнишь, мы говорили про Дэвида Боуи, да? Боуи очень положительно отзывался о Джоне Ленноне. Говорил, что это гениальный совершенно музыкант. Потрясающий аранжировщик, композитор. И невероятно чувствующий музыку человек. Он приходит в студию сразу все ставить на свои места. Я неправильно сказал. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you will join us. And the world will be as one. Мечтатель был. Но мечтал-то про хорошее. Мечтатель, да. Но при этом абсолютно земной человек. Он был и мечтатель, и абсолютно такой living in material world, как спел его коллега Джордж Харрисон. Абсолютно земной человек. Мы про него рассказывали, как он... Он очень много музыки слушал. В отличие от многих моих знакомых, почему-то музыкантов, которые музыку вообще не слушают. Зачем мне читать? Я сам пишу. Я сам играю. Да. Очень много слушал музыки. И когда они еще с Битлз ездили на гастроли, не было же плееров. И Джон возил с собой... Я, по-моему, рассказывал. Он возил с собой вот этот музыкальный автомат для прослушивания сорокопяток. Которые стояли в барах везде за десять центов. Джукбокс. Джукбокс, да. Они возили в автобусе этот джукбокс. Чемодан сорокопяток. И ставили в номер Джона Леннона. Он слушал сорокопятки с этим аппаратом огромным. Который похож на автомат газированной воды. Больше. Вот. И слушал очень много музыки. Очень много Матаун. Знаешь, да? Черная. Да. Соул всячески. Очень любил это дело. К чему я это начал говорить-то? Он покупал пластинки. У него огромная коллекция пластинок была. Уже в Дакоте, когда они жили. Ты говорил, что он по три брал. По три. Да. Он покупал по три пластинки. Одну запечатанную ставил на полку. Не открывал ее. Просто у него коллекция была. Вторую он слушал. А третью дал послушать друзьям. Когда приходили... Можно послушать? Возьми. Вот это для тебя. Только верни. Гостевая, да. Говорят, что достаточно... Он был такой человек с... Не то, что плюшкин, но такой скряга. В общем. По крайней мере, в отношении пластинок. Возьми, послушай, но верни. У меня, правда, еще две есть. Но... Ну, это, в общем-то, правильно. Как понял. При советской власти. Не шарь по полкам жадным взглядом. Здесь книги не даются на дом. Вот. Но он в Нью-Йорке-то побесился, повеселился. Порадикальничал. 71-72 год. А потом взял и уехал. На западное побережье. Без йоки. Без ничего. Просто как пишут. Пишут разное. Пишут много. И, на самом деле, это все не играет вообще никакой роли для нас. Для всех, кто слушает музыку. Потому, что нам важно вот это. А не то, с кем он спал. С кем он пил. И как его в Лос-Анджелесе выбросили из бара. Где он начал хулиганить. Секьюрити. Несмотря на то, что он Джон Леннон. Вон Тарантино в Москву приехал. Его в кабак вообще не пустили. Хоть он орал на входе от Тарантино. Пошел ты. Это вообще никакой роли не играет. А играет роль только момент звучания песни и момент ее прослушивания. Все остальное можно забыть и не думать об этом вообще. Но, тем не менее, уехал он один в Лос-Анджелес. Решив оторваться от... И от любимой Йоко Уона в том числе. И от этой жизни Нью-Йоркской. Извини, перебью немедленно. Напоминает, как-то раз был я в Греции. И помчался в город Олимпия. Это где одно из чудес света. Статуя Зевса. Какой-то он там 12 метров в высоту. У него там богиня Ника на ладошке была двухметровая. Такая. Двухметровая получалась. Чудо света туда-сюда. Построил его известный скульптор Фидий. Там раскопки. Все это. Землетрясение. Река. Русло прошло. Какое-то жуткое наслоение. Туда-сюда. Сейчас раскопались. Но там только фундамент. И попадавшие колонны. Барабаны лежат там. В общем, если у тебя нет познаний, что это такое, то можно не ходить. Какая-то фигня вообще. Рядом музей. Раскопки. И вот там чаша, на которой на донышке написано. Чаша Фидия. Что это типа он построил. Ну, а теперь давайте расскажем. Что Фидий был гомосеком. Баловался под хвост. И прочее, и прочее. Так вопрос, а Зевс-то это чудо света было? Или Фидий баловался под хвост? Ну, да. Какая связь там? И прочее, и прочее. Но людям интересны скандалы. Скодство всякое. Скандалы, скодство, да. Все наполнено чудесами. Совпадений не бывает никогда. И мы живем в мире чудес, конечно. И то, что называется тонкими связями, тонкими материями. Они сплошь и рядом пронизывают все. У индусов есть хороший пример. Вот цветок лотоса. Видел? Знаешь, из какого говна он растет? Если ты нырнешь под воду, что ты там увидишь? Гнусный ил. Грязь. Говнище. А наверху цветок. Обрати внимание. Я вчера в сумку складывал эти пластинки и прочитал... И тут же прочитал в телефоне интервью с Борей Гребенщиковым, где он говорит как раз, что люди, которых интересует цвет нижнего белья Ван Гога, вряд ли получают удовольствие от его картин. Не сомневаюсь. Тут я с Борисом Борисовичем решительно согласен. И вот как раз я собираю про Джона Леннона, что рассказывать, как он пил, как он кушал наркотики, как он лежал два года в Дакоте с пультом дистанционного управления телевизора и переключал каналы. Просто так пялись в телевизор, ничего не делая, не написав ни одной песни. Это интересно? Это имеет отношение к песне Imagine? Нет. Никакого. Ко всем этим пластинкам имеет это отношение? Вряд ли. Согласен. Что там у нас дальше? У меня тоже бывали запои. Ничего. У кого не бывало. И это не имеет отношения к моему гениальному творчеству. Так я вам скажу. Да. Равно как и ко всем остальным. Ну, оторваться не очень удалось. Потому, что... Майндгеймс. Потому, что бороду-то сбрить можно, а у мища, как известно, не спрячешь никуда. А тут... И чудесная пластинка Майндгеймс. И чудесная пластинка Майндгеймс. Она опять-таки о любви. И не только о любви, а обо всем. Прекрасные песни. Изумительно записанные. И говорит, что это андеграунд какой-то, который на концертных альбомах он культивировал. Тоже и на пластико-но-бэнд, собственно говоря. Потому, что это тоже, на самом деле, андеграунд. Пластико-но-бэнд. Это гениальный альбом. Исповедальный. Это чисто андеграунд. Никакой не мейнстрим. Это три музыканта в студии сидят. С лету сыграли готовые практически песни. А это серьезная студийная работа. Это чистый шоу-бизнес в хорошем смысле этого слова. Это профессиональная запись. Здесь все вылизано, все сделано, все сыграно. И звучит изумительно совершенно. Майндгеймс. Одна из любимых пластинок у массы бетломанов, меломанов, ленаноманов. Рекомендую. Один из таких знаковых альбомов. Пластинка, которую я терпеть не могу. На мой взгляд, для меня это самая известная фотография. Она была в журнале Ровесник. Как ты помнишь. Там была достаточно пространная заметка про него. Где его ЦРУ не хотело пускать в США. Ну, как не хотело пускать. Его пустили. Он же по туристической визе. Не то, что его не пускали. Он болтался довольно длительное время с Йоко Оно и записывал концертные альбомы и студийные в Нью-Йорке. Будучи там, в Нью-Йорке. Он просто жил по туристической визе. Видео на жительство не давали. Видео на жительство. И ЦРУ за ним следило. И ФБР. И ФБР за ним следило. По антиамериканской деятельности. Но его обвиняли в употреблении наркотиков вообще-то. Ну, это повод. И приводили в пример его столкновения с полицией в Англии. Суды в Англии, которые были у него по наркотикам. Но это был повод. Потому, что между собой обвиняли его в антиамериканской деятельности. Чего не озвучивали. Коммунистические идеи. Да. Интересные дырки. Какие в стенах. Разлагал американское общество. Да. Приехал разложить Америку. Это от пуль? Интересно. Или от чего? Да. Трудно сказать. Классические рок-н-роллы. Я не знаю, почему. Может, это детские впечатления. Какие-то юношеские. Мне не нравится, как они у него здесь получились. Хотя, очень хвалят эту пластинку все. Ну, я имею право что-то любить, что-то не любить, как и любой другой человек. Совершенно мне не нравится она. И масса была проблем с записью этого альбома. Ровесник надо, кстати, найти и перечитать. Сейчас, наверное, совершенно под другим углом уже все эти заметки выглядеть. Интересно. Наверное, да. Наверное, да. Масса была проблем с записью. Что-то записали с лета они. Что-то писали долго. Часть материала вошла... Потом Йоко ее издала отдельно. В общем, тут, конечно... Хотя... Все формально, все должно быть круто. Потому, что Джон обожал все эти рок-н-роллы. Еще начиная с Битлз. Когда они играли все эти классические вещи с большим удовольствием. С большим кайфом. И как эти рок-н-роллы звучат... Не эти именно. А как вообще классика рок-н-роллы звучит у Битлз. Просто прыгаешь и кричишь вместе с ними не оторваться. А здесь слишком уж академично он все это сыграл. Потом Фил Спектр взял записанные пленки. Куда-то исчез с ними. Он остался без них. Не знал, что делать. Спектр сам их сводил где-то непонятно где. К телефону не подходя. В городе его нет. Куда делся? Где записи? Никто не знает ничего. Потом альбом он выпустил. Ну, все в восторге. Ребята, слушайте. Все круто, здорово. Отлично. Только Рыбину идиоту не нравится. А мне нравится зато вот эта пластинка Lost and Breezers. Которая тоже была записана в период такой... Как бы с одной стороны загулов. С другой стороны уже возвращение к жизни. Да. Вот эта знаменитая обложка. Такая раскладушка. Это его картинки. Это его картинки. Его картинки. Вот здесь играет Джулиан Леннон с ним. Вместе. Сынуля. На барабанах. В одной песне, правда, всего. Тоже известнейшая. Джулиан, он барабанщик, на самом деле. Джулиан, он барабанщик. И его пластинки я тоже очень советую послушать. Потому, что я наблюдаю определенный скепсис в массах по отношению к Джулиану Леннону. Может быть, из-за того, что его первый альбом, Валлот, продавался в советских магазинах. Был издан фирмой «Мелодия». И его как-то не принимали всерьез. Потому, что раз «Мелодия» его напечатала, значит, наверное, какая-то неинтересная музыка. Вот такой был какой-то подход странный. В 1984 году вышел этот самый Валлот. Очень хорошая пластинка. Она прекрасно продавалась. Это я о Джулиане говорю уже. Она прекрасно продавалась на Западе, на родине. Получила даже какие-то там премии. В чартах была сама песня на хороших местах. И все было здорово. И я не знаю, что сейчас делает Джулиан. Но записано у него, по-моему, шесть пластинок. Из которых я слышал три с половиной. Половина – это последний его альбом. Который вышел в 2011 году. И он офигительный совершенно. У меня его нет, к сожалению. Я его что-то не вижу нигде. Я хочу его найти, купить пластиночку. Но что-то мне его не найти. Вот первый Валлот, он просто хороший. Следом за ним вышел альбом. Не помню, как называется. Он более динамичный, чем Валлот. Потому, что Валлот, он такой... Не то чтобы совсем уж легкий, но прозрачный. Потом подинамичнее вышел альбом. А третий совершенно ужасающий какой-то. Ужасающий. Потому, что... Ну, это можно понять. Поскольку голос Джулиана очень похож на голос папы. Почти один в один. Просто помоложе. И первый альбом Валлот. Просто как будто Леннон поет. Странно помолодев. И не очень отрепетировав свое пение. Потому, что там немножко у него болтается. Песни такие, которые требуют очень точного интонирования. Он написал очень хорошие мелодии. Они требуют очень хорошего точного исполнения. А у него немножко там куда-то так чуть-чуть... Чуть-чуть в андеграунд. Такой ушел. Хотя так... По первому... По невнимательному прослушанию все точно вроде. Все здорово. А на самом деле там немножко есть кривизна. Второй альбом зато такой... Все уже сделано. Все спето. Все хорошо. Но он похож опять-таки на папу. А третий альбом он решил... И правильно, собственно говоря, решил... Уже перестать быть папенькиным сынком. Стать самостоятельным музыкантом самодостаточным. Стал петь по-другому. И аранжировать по-другому. И получилась пластинка. Мистер Джордан она называется. Она получилась такой, как будто это Дэвид Боуви. Пришел и записал альбом. Пытаясь спеть, как Джон Леннон. Вот. А по музыке это что-то похожее на пластинку Боуви Never Let Me Down. С электронными барабанами. С пластиковым звучанием. Восьмидесятническим таким синтезаторами. И очень странная штука. Такая совершенно... Я вообще ни одной песни оттуда не вычленил для себя. Следующие два альбома я не слышал просто. А из последнего несколько песен я услышал. Они меня потрясли просто. Я ищу очень. Альбом 2011 года Джулиана Леннона. На мой взгляд это близкое к шедевру. Какое-то произведение такое. Вырос. Натренировался. Вырос, да. Натренировался. Он барабанщик, я напомню всем. Играл на Уолсон Бриджерс в одной песне. Элтон Джон здесь присутствует, естественно. И пластинка очень интересная, мне кажется. Она очень мощно аранжированная. Куда-то так в сторону попсы. Тоже в хорошем смысле этого слова. Ну, очень красивая. Очень сочная такая. Я помню, что когда пластинка это появилась, мы послушали. Ни фига себе дал Джон Леннон. Просто оркестровки такие. Как вломил. Отлично. Я когда в девятый класс пошел, у меня был друган Боря. Боря, вдруг ты смотришь. Я тебя помню. Боря. Было круто. Вот у него было записано. Отлично. Отлично. Я в это самое пристальное внимание всех обращаю. Это, я бы сказал, масса эпохальных просто произведений. Оказавших такое влияние на все, что туши свет. Леннон монстр. В самом правильном смысле слова. Очень круто. Немедленно пойду, накачаю. Немедленно. Удачные пластинки. Очень удачные. Очень удачные пластинки. Очень удачные. Уолсон Бритерс. Очень удачные. Мы, как всегда, всем рекомендуем послушать. Обложки показали. Название все видят. Пошарьте. Хотя бы на ютубах. Хорошая музыка. Поболтали про пластинки немножко. И что еще говорить? Все знают, кто такой Джон Леннон. Все знают, что он делал. Чем он знаменит. И книг про него вышло больше, чем про Дэвида Боуи. Хотя был один из чемпионов по биографическим изданиям. Про Леннона. Чего только не написано про него. У меня ощущение, что... Кстати говоря, все битломаны, которые нас смотрят, я думаю, что они про Битлз и про Леннона знают больше, чем сам Джон Леннон про себя знал. Потому, что когда читаешь комментарии... Где-нибудь... Что вы городите. Все же было не так. Да нет. Все было не так. Он там был... Он это делал вообще по-другому все. И с другими людьми. И в другое время в другом городе. С цветом трусов можно ознакомиться в воспоминаниях. А тут музыка. Музыку лучше слушать. Да. Чем интересоваться цветом трусов. Голова был Леннон. Насочинял такого. Молодец. Удачный был артист. Да. К сожалению, жизнь оборвалась сильно раньше. Стараниями дегенерата. А ведь мог бы еще насочинять. Да насочинял бы еще, конечно. Говорил, что его уже выпустили. Этого дегенерата Чепмана. Который Леннона застрелил. 20 лет отсидел. Хотя какие 20 лет. Это же в 80-м году было. Меня в армию призвали. Там как-то чередой. Джо Досен. Леннон. Висоцкий. Мне было 20 лет. И для меня это первый был такой шок большой. На самом деле. Смерть, которая... Ну, оно ровно. Удар по голове был. По тем временам ровно ложилось в известную советскую присказку. А у вас негров убивают. Ну, вот вам, пожалуйста. Что у вас там творится? Как же так? Ну, да. Его-то за что? Его-то конкретно за что? Герострат. Чисто прославец. Урод. Это говорит о том, что к 20-ти годам я был уже абсолютно со свернутой башкой меломаном. Бетломаном. Это хорошо. Значит, кто бы нам рассказал про музыку, если бы ты не свернулся? Ну, про Джона Леннона могут рассказать столько есть. Столько есть людей, которые сядут за стол и начнут рассказывать по датам. Просто куда... В каком баре он пил. И какие напитки. Какие пиджаки носил. И на какой гитаре играл в студии. Там список гитар. 15 штук. Это важно. Это очень важно, безусловно. Конечно. На какой гитаре он играл. Ну, подводя итог, так сказать. Слушайте хорошую музыку. Да-с. Алексей рассказал, показал. Спасибо, Алексей. Спасибо, Дима. Приходи еще. До новых встреч. Пока. На сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Дима.